Окей, сегодня у нас будут байсерские методы в машинном обучении. Ну и начнем мы издалека. Вот представьте, что у вас есть какая-то выборка. И вам сказали, как бы, ну, решите задачу. То есть найдите лучший такой алгоритм классификации или регрессии. Значит, как вы будете ее решать? Просто выборка дана. Ну, на самом деле, идеи не должно быть, потому что, если вы ничего про нее не знаете, то вы решить задачу не можете. Если вам скажут, что, ну, окей, это задача классификации, например, вы классифицируете картинки, то, наверное, вы будете какие-то свертки использовать в нейронной сети. Если вам скажут, что нужно классифицировать, например, людей, то вы тоже подумайте, ну, вот такая-то архитектура будет лучше входить. И, как бы, если в такой аналогии идти, вы понимаете, что чем больше вам известно о данных, тем лучше вы можете решить задачу. Ну, это логично. И давайте рассмотрим сейчас самый лучший случай, то есть случай, когда вам известно о данных вообще все. То есть вам известно распределение на данные. Предполагается, что выборка пришла из некоторого распределения, и вы это распределение знаете. Тогда, в принципе, можно получить, ну, наиболее оптимальные алгоритмы. Вопрос оптимальный относительно чего? Ну, относительно некоторого функционала. Давайте начнем с двух, как бы, функций потерь. Первая у нас будет для классификации. То есть функция потерь у нас будет L от Y и S. Ну, это как бы две метки. В первом случае у нас будет классификация. Это просто индикатор того, что Y не равен S. А в втором случае у нас будет для регрессии просто квадратичное отклонение. То есть вот такие у нас две функции потерь. И введем функционал, который мы будем оптимизировать. Допустим, у нас есть какой-то алгоритм. Мы построили алгоритм A, и мы хотим проверить, насколько он хорошо работает. Соответственно, мы вводим функционал среднего риска, который просто будет говорить нам, сколько мы в среднем потеряем на всем нашем распределении. Будем интегрировать по Y, по X. Что будем интегрировать? Значит, потерю от истинного Y и того, которое мы предсказали на данном объекте. Ну и, разумеется, нужно умножить на саму вероятность, чтобы учитывалась вероятность происходения в событии. В базовом варианте нужно понимать, что один объект X может соответствовать нескольким Y, но как бы с разной вероятностью, и поэтому у вас никогда не будет функционал этот равен нулю, но все равно его нужно оптимизировать. И вот давайте начнем. Первую сдачу решим, как раз какой будет оптимальный алгоритм с точки зрения классификации. Для этого, собственно говоря, мы воспользуемся тем, что будем сегодня весь день обсуждать. Это теорема Байса. Для тех, кто ее не знает, я, во-первых, вам сожалею, конечно, что вы не знаете, а во-вторых, она выглядит вот так. То есть это называется апостериорная вероятность на Y, это правдоподобие от Y, это приорное распределение на Y. И я думаю, что вам всем понятны идеи теоремы Байса. Я не буду ее обсуждать. Сразу перейдем к, собственно говоря, поиску лучшего алгоритма классификации. Для этого просто распишем наш, как бы, функционал эмпирического риска для функции поиска классификации. Он будет иметь вид такой. Значит, R от A. То есть для некоторых алгоритмов классификации. Это интеграл по Y, интеграл по X от, значит, Y равно, значит, Y не равно A от X на P от X Y DX, DY. Тут интеграл по Y, но на самом деле, как мы говорим, что это классификация, то Y — это какой-то конечный набор от 1 до K классов. И можно его расписать как сумму. И сразу эту сумму занесем под интеграл по X, получим интеграл по X от суммы по Y от 1 до K. Ну, Y не равно A от X. P от X, Y, DX, DY. DY нет, потому что мы пришли к сумме. Значит, что дальше можно сделать с этой суммой? Можно воспользоваться тем, что у нас как бы слагаемые будут равны единице все, кроме тех, на которых Y будет равен AX. Вы у себя в тетрадке, например, напишите еще одну строчку, а я просто как бы так замажу и поставим, что это будет сумма по Y не равна A от X. То есть если Y равно A от X, у нас будет 0, если не равно, то у нас там будет единица, и поэтому это верно. Тут заметен, значит, следующее. Вот для подинтегрального выражения верно следующее. Так как P от X, Y — это распределение, то единица — это как бы интеграл по X, сумма по всем Y, P от X, Y. Ну, DX. Я надеюсь, это понятно. Поэтому можно расписать, что 1 минус… Значит, вот в этом случае, как бы, если мы просуммируем вот этот интеграл с… Давайте так сразу просто запишу. Интеграем 1 минус интеграл по X от P от X A от X DX. Чему он равен? Он равен интегралу по X как бы сумма по Y, равная AX. Ну, понятно, что здесь Y равен AX, это будет всего один Y. От P от X Y DX. Это окей? То есть вот этот интеграл равен этому. Понятно, что вот этот интеграл будет вместе с сумме, ну, в сумме с этим давать вот этот интеграл. Потому что тут сумма по 7Y не равна от X, тут сумма по Y равна от X, и в итоге это получается единица. Когда… И из этого следует, что вот этот функционал равен 1 минус интеграл по X P от X A от X DX. То есть, еще раз, мы взяли, просто это представили как единица минус этот интеграл. Так. Осталось сделать последний шаг. Это показать, какой алгоритм будет давать нам как бы минимум вот этого интеграла, понятно, что минимум этого интеграла соответствует максимуму этого. Значит, мы пишем это интеграл еще раз. P от X A от X DX. Понятно, что это меньше либо равно, чем интеграл по X максимум по Y P от X Y DX. Да, то есть мы заменили A от X на Y и максимизировали по 7Y. И заметим, очевидно, что мы можем взять A от X равное как бы arg максимуму по всем возможным Y P от X Y. Да? Подставим, ну, если мы подставим это сюда, то мы получим, что здесь будет просто достигаться вот этот самый максимум и, соответственно, равенство будет выполняться. Поэтому оптимальный алгоритм классификации является именно вот такой. Армаксиум по Y вот этого P от X Y. Воспользуемся теоремой Байса. Ну как, не всем теоремой Байса, скорее просто определением условной вероятности. И можно сказать, что P от X Y равняется P от Y при условии X на P от X. P от X от Y не зависит. Поэтому как результат, давайте запишем это сюда. Вот тут у нас функция потерь, тут оптимальный алгоритм. Оптимальный алгоритм у нас будет arg максимум P от X, Y то же самое, что P от Y при условии X на P от X. Это от Y не зависит, поэтому это просто arg максимум P от Y P от Y при условии X. Ну это абсолютно логично, мы просто выбираем наиболее вероятный Y при данном X. Так, P от X. То есть в этом случае мы задачу решили, нашли оптимальный классификатор. С оптимальной регрессией будет чуть посложнее, но мы тоже это сейчас быстро выведем. Я сразу скажу, как бы, если по ходу доказательства будут возникать непонятности какие-то, то сразу говорите по любому вопросу. Точно такой же будем использовать подход, просто распишем наш функционал эмпирического риска. Для начала преобразуем немного функцию потери или от Y A от X будем писать как вместо того, чтобы писать Y минус A от X в квадрате это то же самое, что Y минус матраждание условное Y по X плюс матраждание условное Y по X минус A от X в квадрате. Все знают, что это такое? Да, нет? Ну, условное матраждание. Да, нет? Знаем, знаем. Окей. Все. Значит, дальше просто это можно раскрыть. Получим, что как бы выделим два таких слагаемых. У нас получится две скобки с квадратами Y минус матраждание Y при условии X в квадрате плюс вторая скобка в квадрате матраждание Y при условии X минус A от X в квадрате. И еще понятно почему плюс два скобка Y минус матраждание X на скобку матраждание Y в условии X минус AX. Вот воспользуемся тем, что мы так расписали нашу функцию потерь и засунем ее в тот самый интеграл эмпирического риска. Да, тут вообще какой-то бред написан. Все? Смотрите, вот такой интеграл по Y по X значит первая скобка Y минус матраждание X минус матраждание условное в квадрате. Напомню, что это мы ищем как бы некоторые качества от A. Вот это слагаемое первое от A никак не зависит. То есть это константа от нашего алгоритма. Второе слагаемое. Ну, про него попозже говорим. Сейчас нас больше всего интересует третье слагаемое. ну и нужно не забывать, что здесь есть еще вероятность, поэтому нам нужна вероятность от X Y DX DY значит так как вы все знаете, что такое условное матраждание условное матраждание Y плюс слово X это на самом деле некоторая функция от X обозначим ее за φ и про первые два слагаемых сейчас забудем не то, что мы и забудем, просто распишем третье покажем, что интеграл третьего слагаемого равен нулю. значит нас интересует только это сейчас мы расписываем интеграл опять по Y по X ну или давай сначала по X а потом по Y чтобы было проще от значит Y минус мотождание при условии X на мотождание Y при условии X минус от X вот этот член так как это φ от X я опять повторяю не зависит от Y в принципе поэтому мы можем вынести его как бы за скобку и расписать интеграл как интеграл по X от соответственно условия мотождания Y при условии X минус от X и здесь будет второй интеграл внутренний по Y как раз от Y минус мотождание Y при условии X P P от X Y DX точнее внутренний DY потом DX как бы вот так сейчас опять-таки рассмотрим только внутренний интеграл который по Y покажем что он равен нулю и из этого будет следовать что как бы все это слагаемое оно превратится в 0 при интегрировании значит расписываем внутренний интеграл значит интеграл по Y от Y на P от X Y это как бы первое слагаемое чего он равняется нет это неправильно мотождание Y это мотождание просто на P от Y нет вы не знаете такое условное мотождение ладно мы только по Y берем смотрите мотождание Y при условии X это интеграл по Y на вероятность Y при условии X поэтому называется условно DY да да то есть совершенно верно P от X Y по определению условной вероятности это P от как бы Y при условии Y не вру да нет все правильно это Y при условии X на P от X вот это вот соответственно P от X у нас от Y не зависит Y на P при условии X проинтегрированное по Y будет равно мотождание условной Y при условии X умножить на P от X значит вот это как бы первый который Y был второе смотрим слагаемое значит интеграл по Y мат ожидания Y при условии X на P от Y запятая X до Y равно чему опять-таки это не зависит слагаемое от Y когда мы интегрируем P от Y X по Y мы получаем P от X поэтому это равняется мат ожидания Y при условии X на P от X то есть как бы мы проинтегрировали первое слагаемое отдельно второе слагаемое отдельно получилось что они равны они сокращаются и значит это все при интегрировании будет 0 этот слагаемое это слагаемое от A не зависит я думаю как достигается здесь минимум понятно вот в этом слагаемом сейчас распишем если кому-то непонятно значит интеграл по Y интеграл по X от мат ожидания Y при условии X минус A от X все в квадрате на P от X Y DX DY мы замечаем что это опять-таки P от X поэтому от Y ничего не зависит это просто интеграл по X от от это самое мат ожидания Y при условии X минус A от X в квадрате на P от X DX если мы положим A от X равняется мат ожидания условия Y при условии X то мы минимизируем как бы вот этот второй интеграл первый интеграл у нас от A не зависит как мы сказали второй минимизируется на той самой функции третий интеграл 0 поэтому наш периодический риск минимизируется именно на этой функции сейчас мы с вами как бы рассмотрели такой стандартный подход и теоретически доказали что в каких-то вот задачах мы можем находить оптимальный классификатор оптимальный регрессор но встает вопрос вообще когда известно вот это самое распределение P от X Y ну на самом деле никогда почти и в этом вся проблема мы имеем как бы результат хороший для полной информации но такие условия очень редки и скорее всего они просто возникают в теоретических задачах на практике они не используются значит как от этого уйти как уйти от того что нам неизвестно вот это P от X Y мы вводим какой-то параметр то есть мы параметризуем модель давайте я сотру еще что-нибудь мы вводим какую-то модель P от X Y при условии вот W это какой-то может быть веса может быть параметры в общем и когда мы ввели эту модель мы хотим понять она вообще соответствует данным или нет и для этого мы используем методы проверяющие на соответствие данным в данном случае вам наверное известны из всем вам всем известны статистики метод который подбирает параметры для какой-то модели это метод максимальное продаводоподобие значит используем его для какой-нибудь практической задачи а потом посмотрим что может дать нам не метод максимального продаводоподобия а именно байосовский подход вот пункт первый давайте решим такую задачу просто как бы в ней на регрессе когда у нас истинный отклик это ну скорее на признание какого-то веса на X плюс Epsilon где Epsilon как бы распределено нормально ну то есть так записываем ну то есть это имеется в виду что Epsilon имеет нормальное распределение с центром в нуле и с дисперсией сигма-патрай тогда Y имеет какое распределение P от Y плюс слове X и Омега потому что здесь фигурует Омега ну это параметр конечно но все равно фигурирует это нормальное распределение с этого самого Y при условии скалярного произведения X на Омега и дисперсии 7 квадратов почему это верно я надеюсь тоже все понимают теперь попробуем найти вот для конкретной задачи то есть для конкретной выборки оптимальные веса я думаю что многие из вас делали в статистике но все равно значит метод максимального правдоподобия в чем он заключается мы максимизируем правдоподобие по нашим параметрам и соответственно в данном случае нам не дано само правдоподобие но оно выводится как бы из тарембайса понятным образом то есть в данном случае P от X при условии Y W равняется P от Y при условии X W на P от X на P от Y на самом деле в данном случае мы говорим что X у нас от W не зависит никим образом поэтому понятно что максимизация по W вот этой величины то же самое с максимизацией этой ну вот это ok да все значит наша задача соответственно максимизировать правдоподобие которое равносильно максимизации вот смотрите мы используем теремьбайса то есть вероятность X при условии Y это Y при условии X на P от X делить на P от Y но как бы в этом случае мы говорим что X от омега не зависит явно то есть если бы X от омега зависел нам пришлось здесь максимизировать сложнее и мы говорим что мы хотим максимизировать продавоподобие это то же самое что максимизировать вот эту величину то как они как они просто связаны какой-то константой умножением на константу берем и максимизируем вот эту величину ну не саму ее а произведение по всей выборке потому что ну правдоподобие это произведение всех правдоподобий по выборке эта величина соответственно будет правдоподобие на всей выборке будет некоторая константа домноженная на произведение вот всех этих P от Y при условии X и T омега это нужно максимизировать по W значит как вы все наверное знаете мы берем логарифм и максимизируем уже логарифм стандартная сдача ну сразу скажем наверное что мы будем максимизировать ну максимизация логарифма то же самое что минимизация минус логарифма поэтому мы сразу возьмем минус логарифм кубат произведения так наверное слишком мелко давайте перейдем на следующую строчку еще раз мы максимизируем это берем логарифм берем минус и максимизируем уже минус логарифм произведения по I от 1 до L P от Y при условии X и T омега это равняется минус сумма от I равна 1 до L логарифм чего? ну записываем нормальное распределение 1 делить на корень из 2P сигма экспонента от Y и T ну да все правильно минус скалярное произведение X омега в квадрате делить на минус 2 сигма квадрата опять применяем логарифм раскрываем скобки получается значит вот это слагаемое это некоторая константа от W поэтому нас не интересует это получается какая-то константа от W как бы тут есть минус соответственно когда мы раскроем внутренний скоб будет еще один минус он сократится это будет сумма по всем I от 1 до L вот то что под экспонентой X и T на W квадрат делить на 2 сигма квадрат и это нужно минимизировать ну я думаю большинство из вас заметит что когда у нас есть минимизация вот такой вещи то есть скалерное присоединение X на W это сумма по всей выборке это минус отклонение от истинного таргета когда я записываю const от W имеется в виду что это константа которая от W не зависит да ну это такое обозначение ну да то есть она является константой относительно W ну вот то есть в конечном итоге эта задача связалась к минимизации как бы квадратичного отклонения это метод наименьших квадратов он вам всем известен и как бы это просто показывает что введя какую-то теоретическую основу под нашу задачу то есть введя в нашем случае пастериорное распределение и применив метод максимального подобия мы пришли к задаче наименьших квадратов запомним это то есть запомним что метод максимального подобия привел нас в этой задаче к методу наименьших квадратов и решим вторую задачу. Значит, теперь представим, что у нас вот у нас до этого момента W был каким-то фиксированным параметром. Теперь представим, что у нас есть распределение W, а именно каждая житая координата W это некоторое нормальное распределение, с центром опять в нуле и дисперсия Алика в квадрат. Ну, для всех жит. От 1 до D, у нас D это размерность вектор. Соответственно, попробуем в данном случае вывести оптимальные веса W. Значит, запишем, теряем байзис. Будем вводить, как бы, не как в прошлый раз, максимально правдоподобие. А будем вводить байзиский методом. Самый простой байзиский метод, который называется байз для бедных. Также он называется метод максимума опостерьерной вероятности. То есть, распишем вот это опостерьерная вероятность на веса. W при условии x, y. Значит, используем теорем байза. Получаем, что это P от… Давайте на теорем байза, я поподробнее расскажу, чтобы вы не запутались. Это то же самое, что по определению условной вероятности. P, y, w при условии x делить на P от y при условии x. Теперь мы снова пользуемся определением условной вероятности. получаем P от y при условии w x умножить на P от w и делить на P от y в условии x. Значит, мы опять будем оптимизировать по w. Эта величина от w зависит. Понятным образом. Это тоже. Обе они нам известны. То есть вот это мы брали из прошлой модели. То есть это нормальное распределение по y с центром w x и как бы в дисперсии некрасивый квадрат. Это мы только что записали здесь. Это не зависит от w. Поэтому максимизация по w вот этой величины будет равносильна задачей максимизации вот такой. Значит, опять-таки переходим ко всей выборке. Поэтому произведение от i равно 1 до l P y и t при условии w x и т умножить на P от w. Тут нужно обозначить это в скобке все. Как бы и это на максимум. сейчас еще раз почему так мы получили вот про занимательную тоже да, смотрите. Мы хотим максимизировать апостерьюрную вероятность w такой метод просто. Соответственно, мы расписали его через теорему Байса. Получили, что числитель у нас зависит от w оба слагаемых взаменателя это не зависит. Поэтому максимизация как бы мы константу опять умножение константа откидываем. И теперь будем максимизировать вот это вот выражение. Опять-таки возьмем логарифм. Логарифм от произведения от i равного единице до l тут будет нормальное распределение y при условии w x и t sigma квадрат умножить на произведение по g равного единице до d p от w g которое тоже нормальное распределение. В итоге мы получаем сумма по всей выборке логарифма kb от первого нормального распределения плюс 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 сумма по g от 1 до d 5 логарифм нормальное произведение омега с центром в нуле и альфа квадратом дисперсии снова мы раскрываем логарифм доставим оттуда экспоненту ну давайте последний раз сделаем это полностью в деталях это будет сумма по всей выборке логарифм 1 делить на корень из 2π σ да, плюс логарифм точнее минус 1 вторая от то есть просто достали то что было под экспонентой и также сумма нужна по нашему априорному распределению будет омега g квадрат поделить на минус 2 альфа квадрат и еще плюс логарифм единица поделить на 2 на корень из 2π альфа альфа то есть что мы сделали еще раз вот мы взяли это нормальное распределение сразу как бы его поставили в логарифм раскрыли получили вот здесь нормировочные константы здесь мы достали то что было под экспонентой то же самое повторили для весов w и что нужно сразу заметить вот это у нас не зависит от w то есть оно при максимизации не имеет никакой роли не играет никакой роли тоже не зависит от w вот эти два слагаемых зависит расписываем и их это будет сумма по всей выборке от минус 1 делить на 2 σ квадрат x и t омега минус y и t квадрат еще минус единица поделить на 2 α квадрат на сумма по уже равному единице до d w j t квадрат да если мы это теперь правильно сгруппируем то мы получим давайте то мы получим сумму по всей выборке первое у нас будет слагаемое минус 1 вторая как бы σ квадрат от x и t омега минус y и t квадрат это вот первое слагаемое второе слагаемое будет минус l умножить на единица поделить на 2 альфа квадрат умножить на сумму w вожитых квадрат значит первое слагаемое да так и есть сумма по ну то есть по j это сумма которая для весов w почему значит давайте объясню как только сотру эту часть вот что я хотел сейчас сказать мы получили такое выражение мы его максимизируем если мы возьмем домножим его на минус 2 σ квадрат то мы получим уже задачу минимизации это сотрем напишем плюс будет σ квадрат делить на альфа квадрат это на минимум значит первое слагаемое это опять метод на меньше квадрат квадратов минимизация второе слагаемое это некоторое альфа на сумма как бы координат вектор w в квадрате это просто норма вектор w поэтому мы получили задачу по сути минимизации метод на меньше квадратов с регуляризацией reach да ну я как бы я домножил все на минус 2 сигма квадрат то есть у нас была задача максимум мы домножили на минус 2 сигма квадрат получили задачу минимизации и она просто есть по сути задача ну метод на меньше квадратов с регуляризацией reach регрессии reach регуляризации теперь вопрос про то почему сумма подскобкой это нужно рассказать да окей значит еще раз мы максимизируем такую вещь p от w при условии всей выборки и это произведение по всей выборке от как бы p от w при условии отдельного x и отдельного y дальше мы расписываем по теории байса как раньше получаем что это будет произведение по всей выборке как бы подскобкой будет уже то есть сейчас это будет произведение по всей выборке p от y и t при условии омега x и t на p от омега и это еще делить нужно на p от y при условии x причем тут p от омега это что p от омега это продоподобие всего вектора w продоподобие всего вектора w не продоподобие в смысле вероятность вероятность всего вектора w это произведение вероятности каждого его координата то есть мы сказали что они распределены независимо и каждая из них распределена нормально поэтому это будет произведение просто Нормальных как бы распределений О, ну вот не сигн квадрат, а альфа квадрат Окей? Ну как бы мы подставляем это сюда Из чего получаем тот результат, что мы получили Итак, повторим Мы использовали в первом случае метод максимального родоподобия И получили задачу наименьших квадратов В втором случае мы использовали самый простой биосовский метод Метод Биос для бедных И получили уже задачу более качественный вес За счет того, что у нас получилась задача ридж регрессии Вот мы получили некоторый вес, но был вес со звездой Который мы считаем оптимальным Значит вопрос, что мы будем с ним делать? Как теперь нам предсказать что-то, получив этот самый вес? Какой у нас будет алгоритм artx? Как бы лучший Нет идей? Ну смотрите, изначально мы занимались чем? Мы занимались тем, что мы Как бы делали Линейную регрессию Каким-то шумом Да? Эпсилон Мы говорили, что p от y при условии Омега и х Это нормальное распределение Там от y с точкой Ну с центром Вон и гри и х Вот с этой точки зрения Какой самый оптимальный ответ Можно выдать? Ну вот да, то есть, конечно, скалярное произведение То есть, вот это просто какой-то шум Поэтому мотождание будет скалярное произведение Да, то есть, мы Ну то есть, да, и мы уже обсуждали, что как бы самое оптимальное решение всегда это Условное мотождание На что я хочу ваше обращать сейчас внимание Это на то, что на самом деле Вот мы получили скалярное произведение омега и х Что это такое? Ну Это мотождание y при условии x, w Почему так? Потому что это мотождание нормального распределения Причем само распределение зависит от омега и от y Как от двух случайных величин Поэтому здесь как бы условное по x и по омега Но наш оптимальный алгоритм для как бы для полного знания о данных Содержит в себе только x, то есть в нем омега нет И как бы уже полный боевский метод Как бы самый полный боевский вывод Подразумевает вывод именно оптимального алгоритма Мотождание y при условии x Значит в данном случае на данной простой издаче его можно вывести Обычно это намного сложнее Не всегда существует как бы аналитический вывод Но мы даже сейчас его не будем вводить Потому что это достаточно много времени займет А просто покажу в чем идея Вот мы хотим вывести такое мотождание Это мы знаем, мы уже доказали, что это самый лучший алгоритм Лучше предсказать нельзя теоретически Это то же самое, что интеграл по y от y p от y при условии x до x Значит вопрос Можем ли получить как-то это распределение y при условии x Вот данная задача Можем ли получить как-то это Типа плюс b или у меня y при условии x и b И это нам через это Через это можно получить Но как бы нельзя сразу взять просто То есть правильно промотождать это правильно То есть нужно как бы взять и просуммировать все алгоритмы с их весами Но если мы будем говорить все-таки формально То нужно сказать, что p от y при условии x Это интеграл по w от p от y при условии x по dv Это сомнение, надеюсь, не вызывает Вот это мы можем получить Мы это даже уже расписывали где-то Это просто Не совсем это, конечно Но используя определение условной вероятности Снова получаем, что это интеграл по омега p от y при условии x омега p от омега d омега Это нам известно Это нам известно Интеграл в данном случае берется Мы это делать не будем Но я просто хотел показать, что в общем случае Чтобы нам найти такой оптимальный алгоритм Нам нужно будет посчитать Вот это самое распределение Которое считается таким образом То есть мы будем усреднять по всем весам Нам же уже известно Это ожидание y, полослой x и w Да Мы можем вам ожидать Да, да, да Это и будет То есть Да, я просто покажу Тогда запишу Значит, предлагается промат ожидать по w Мат ожидания От x при условии y Наоборот, y при условии x Это будет интеграл по омега p от омега На интеграл По y Y на p от y При условии Омега x Да, да Просто по определению Условным от ожидания Мы заносим вот это самое p от w сюда В произведении Они дают В данном случае p от y плюс x И поэтому проинтегрировав таким образом Не с тем так Это еще проинтегрировать Поэтому проинтегрировав по w сначала То есть поменяв пределы Мы получим именно мат ожидания y при условии x То есть мы взвесим Просто сделаем взвешенный ответ Всех моделей Вот всех w Ну и казалось бы Все отлично Мы нашли это мат ожидание Но тут нужно опять-таки сказать Что наша модель Если вы помните Она параметризованная Мы говорили, что w Как бы это нормальное распределение В нуле Альфа квадрат еще есть И вот альфа Как-то тут он фигурирует А здесь не фигурирует В общем Понятно, что Качество будет зависеть от альфы Которую мы здесь явно не записали И вы это будете проходить На байсских методах Сейчас Сама идея была показать То, что Используя байсский подход Мы даже в самом простом случае Когда мы использовали байс для бедных Смогли получить Как бы намного больше Намного Лучшие решения Потому что Я думаю Ни у кого из вас Возникает сомнений Что Как бы решение Ридж регрессии Лучше, чем просто Метод на меньше квадрат Без регрессии Без Регуляризации На этом Я думаю С байсовскими методами У вас как бы еще будет Целый семестр Но на сегодня Вот именно Глубже мы погружаться не будем Потому что и так было очень много всего Скажите, сколько у нас времени осталось О, мы успеем решить Очень интересную задачу Большую Она будет на метод Максимальное предуподобие Как бы он тоже будет использовать Опять Теориум байса Давайте Давайте Сотрем вообще все Кроме Значит Есть такая модель Называется Нормальный дискриминативный анализ Значит Что это такое Мы предполагаем Что Помните у нас раньше Мы как бы говорили Что у нас y имеет какое-то распределение При условии x и w Теперь мы пойдем от обратного Мы не будем говорить Что y распределено как-то при x А мы скажем Что Если x принадлежит классу y То он имеет распределение Нормальное Как бы x С центром В некоторым вектором Му и т И с ковариционной матрицей Сигма и т Вы знаете что такое Многомерное Нормальное распределение Да нет Да Окей Окей да Расписать все равно надо Это будет нужно Значит Многомерное Нормальное распределение Ну Просто давайте я выпишу Плотность Как она есть Это единица на Корень из 2π В степени d На 1 делить на Определитель матрицы Ковариционный Это в степени 1,2 И еще на экспоненту Минус 1 делить на 2 Сигма квадрат Сигма квадрат конечно нет Там есть только Икс минус Мю Ит Транспонированное На сигма В минус 1 На Икс минус Мю Ит То есть вот Проверяем Значит это вектор Размерности какой 1xn Это матрица Точнее 1xd Это матрица D на d Это у нас тоже Вектор как бы dx1 Поэтому когда все Перемножите Вы получите Некоторое число Таким образом Просто дается плотность Для многомерного Нормального распределения Значит как ее можно Трактовать Давайте сразу Об этом скажем Представьте что у вас Некоторый x Распределен таким образом Тогда вы можете Как бы его красиво нарисовать С помощью линии уровня Что такое линии уровня Это линии Вдоль которых Вероятность Постоянная То есть x от c Это такие точки Что c равняется p от x от c В данном случае При условии у Для нормального распределения Это легко показать Я думаю что у вас даже получится Если попробуете Что Линии уровня будут Просто эллипсами Смотрите Вот это все от x Не зависит Да Если вы хотите Чтобы ваше Распределение Было вдоль Какой-то линии Константы Вам нужно Чтобы константы Было Как бы выражение Под экспонентой Ну вот Эта формула Конкретно Сдает как раз вам То есть у вас Есть такое уравнение c1 равняется на x минус Mu t Сигма Минус первый x минус Mu Это будет Задавать вам эллипс То есть Ваше распределение Например в двумерном Пространстве Будет Иметь там Вот такие линии уровня Будет x x1 x2 То есть Здесь условно говоря Вероятность единицы Здесь вероятность 1 вторая Здесь вероятность 1 третья И так далее Окей Значит Попробуем Решить нашу задачу А именно Имея такое распределение На x Найти параметры Которые будут лучше всего Описывать нашу уборку Да мы говорили Что Нам всегда хочется найти Вот это истинное Какое-то распределение p от x y Даже при условии Некоторых параметров В данном случае Мы хотим найти Какие параметры Лучше всего описывают Снова используем Метод Макс Праводоподобие Значит Каким образом Таким же Как всегда То есть Продоподобие Выборки Ну как бы x большой Обозначаю Выборку Сейчас Тут будет еще μ И σ Причем Что такое μ Это не один вектор А это μ1 И так далее μk То есть В этом вся суть метода У вас Класс изменяется От 1 до k И тогда векторов Соответственно И векторов будет k штук И матриц будет k штук Это мы зафиксировали Это будет произведение И от 1 до l p от x Ит Окей Смотри μ Начнем Заново В чем задача Сама состоит В том то Что у нас Дано распределение При фиксированном y на x Причем Оно сдается Таким образом Это нормальное Распределение Многомерное С центром В μ y То есть Это y Это номер То есть В данном случае μ это будет Не один параметр А тут будет Их k штук k векторов То есть Один вектор Для каждого класса И ковариационная матрица Тоже Для каждого класса Будет своя Окей Чего нет Есть Второй Да Второй Так Ну Как бы Используя просто То что мы раньше Сказали Это произведение И от 1 до l Нормальных распределений x и t Причем с центром В какой точке Какой здесь будет μ Номер его какой будет Ну какой будет номер у μ В этом распределении Да Так как у нас Ну по определению просто Да Просто по определению Значит Перед тем Как все это расписывать Мы упростим себе задачу Конечно можно это сделать Так как это сейчас расписано Но вот представим Что у нас Нас интересует Только например Мюжитый вектор То есть там Мы первый и второй вектор Уже нашли И нам хочется мюжитый найти Метод максимального Правдоподобия Вот тут будут какие-то Слагаемые Ну не слагаемые А члены произведения Которые зависят От мюжитого А будут какие-то Которые не зависят Значит какие зависят Зависят те У которых Как бы Y к это Равняется мюжитая Вот только в этих Слагаемых будут Нужные нам Ой не мюжитая Почему она Просто жидая То есть нужные нам Векторы будут участвовать Только в тех Членах произведения Которые имеют Такой номер Мы попросимся Задачу И скажем Что Как бы Перенормируем Наши объекты Выборки Таким образом Чтобы X1 Так далее XM Имели Такие номера Что Были из одного Класса Проще говоря То есть Мы попросим Задачу тем Что говорим Вот допустим Мы проминемизировали Там все остальные веса Промаксимизировали Хотим найти этот Для того Чтобы его искать Мы просто Как бы Переупорядочим Выборку Таким образом Чтобы у нас было Только m членов Чтобы нам не возиться С индексами Которые будут возникать Постоянно Значит Такие Как бы m членов Что у них Одинаковый класс И он равен G Ну что же Начнем Значит Чтобы нам Это все Промаксимизировать Сразу Можно взять Логарифм Вот Вот Этой вещи И мы получим Что это будет Логарифм Произведения От i От 1 До m То есть m Это как раз Те члены Которых уже Наш Известный нам Житый класс Значит Нормальное распределение x и t При условии μ житая Так мы зафиксировали Этот номер Ж уже Сигма житая Плюс Как бы Некоторые Константы Скажем Не зависящие От мю житого Куда войдут Все остальные Классы Вот теперь Чтобы промаксимизировать Этот логарифм Промаксимизировать Этот логарифм Нужно понять Что Мю житая Это вектор И тут Нужно векторное Дифференцирование Поэтому Нам нужно Быть две формулы Значит Первая формула Такая Градиент по x От А транспонированная x b Равняется А b транспонированная Вот это матрица Это матрица Значит Зачем мы это сейчас делаем Для того Чтобы нам В будущем При дифференцировании Когда мы будем Оптимизировать Не только Векторную матрицу У нас был Градиент по матрице И вот так же Второй факт Выпишем По квалиционной матрице Где эти формулы Очень нужны Будут Значит окей Максимизируем Это слагаемое Давайте все затрем И выпишем его Уже как бы Раскрыв Это будет Сумма И от 1 до m А вот Почему мы Даем Суммир Да Смотри Мы Как бы Нам интересен Только Мюжитый Сейчас Окей Только Мюжитый Вектор Житого Класса Все объекты У нас там Есть x1 Так далее xl L штук Вот У каждого SD какой-то Свой класс Мы выбрали Из них Те У которых Класс Житый Ну допустим Это Я сейчас Просто Проговорю Полностью Смотрите У нас Были эти L объектов Мы из них Выбрали Какие-то С специальными Индексами И первое Так далее x И mt Такие Что они Все Житого Класса Потом Сказали Ну мы конечно Можем с индексами Все здесь Делать Но давайте Мы просто Упростим Се задачу И скажем Что Мы их Как бы Сортировали И теперь У нас Они от 1 До m Просто Идут Индексы Так Вернемся К правдоподобию Для этих Житого Для Житого Класса Нормальное Распределение Тут будет Сумма Логарифмов Сразу Можно Рассказить Это нормальное Распределение Значит Первая часть У нас будет Вот Это как бы Нормировочная Константа Она Мы сейчас Максимизируем По mu От mu Ничего не зависит Так что Это будет Какая-то Логарифм Константы От mu Житого Плюс Логарифм От экспонента Экспонента Понятно Раскрывается Будет Минус Одна Вторая От X X Минус Mu Житая X Итая А что Сигма В минус Первый А X Минус Mu Житая X Итая Мю Житая Вы видите Разницу между И и Ж Окей Да Окей Теперь нужно брать Этот градиент Чтобы Промаксимизировать Перед тем Как его взять Мы Градиент По mu Житому Мы распишем Еще вот эту скобку Просто Как бы Раскроем Скобки Получим Сумма И от Одного До М Тут Минус Вынесем Тоже Сразу Который Минус Одно Второе И раскроем Скобки Значит Первое Что у нас будет X Итая На Сигма В минус Первый На X Итая Тут Транспонированная Плюс Мюжитая Транспонированная На Сигма В минус Первый На Мюжитая Значит Минус Мюжитая Транспонированная На Сигма Минус Первая Икс Итая И минус Икс Итая Транспонированная На Сигма Минус Минус Первый Икс Мюжитая Когда мы берем Градиент Понятно что этот член Нас не интересует Он не зависит от Мюжитого Когда мы возьмем Градиент Вот по этому И по этому Слагаемому Он будет равен И он будет равен Вот чему Давайте мы отдельно Запишем Чтобы меньше Было грязи У нас Сигма Не житая То есть Не синий А житая Да Да это правда Все сигмы Житые Конечно Житый класс Так вот Чему равен Градиент По Мю Житому Вот Икс Итранспонированная Сигма Житая Не житая Чему равен А Минус первая Чего Ну Сигма Житая Ну Минус первая Икс Ну да Минус Т Минус Ит Как бы Это вот Мы расписали Для этого Опять таки Это может нам Просто представить Как сказанное произведение Сразу Оттуда будет Следовать ответ Тут будет Градиент Точно такой же Расписывать не будем У нас матрица Всегда Ковариационная матрица Давайте мы поговорим Что такое Ковариационная матрица Вообще Ковариационная матрица В нормальном распределении Это Где бы это записать Ладно Мы все записали Наверное На этом На этом На этом Исквариационная матрица Это Просто Ковариация Вектора Икс Самим собой Поэтому Ну Она симметрична Это Сигма Это Потому что Транспонирование Убрали Да Да Можно убрать Транспонирование Мы сейчас это сделаем Значит Подложим Вот Чему будет равен Градиент Вот этой штуки Ну Тому же самому Ну То есть Не тому же самому Конечно Но Да Вообще Я бы не очевидно Я должен сказать Что-ли не очевидно 2 сигма Надо разрешить Да Там двоечка Чего 2 сигма Минус первая Да 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 Просто потому что Квадричная форма Градиент От этого будет Сигма Минус первый Ну опять-таки Там все симметрично Межито 2 Когда мы Вернемся Вот К тому Что здесь было К нашему градиенту Все это Будет равно Будет равно Будет равно Сумме ПОИ От одного ДМ Это будет 0 Тут двойки Как бы Вот эти два Градиента Будут равны Вот этих Двух вещей И в итоге Мы получим Сумму Сигма Минус первая Житая Мю житая Ну тут минус Еще нужно поставить Минус Сигма Минус первый Житая Икс Итая Да Все верно Так как мы Хотим Промаксимизировать Эту вещь То есть Не эту вещь Это как бы Градиент И он же прервает Нулю Градиент Прервываем к нулю Чтобы найти точку Стационарную И получаем Ну то что Эта система Это равенство Равносительно Тому что Сумма по И От одного До М Сигма Минус первая Житая Мю житая Равняется Сумма От И До М Сигма Житая Минус первая Мю Икс Итая Значит Здесь От И ничего Не зависит Поэтому Можно просто Стереть сумму И писать М Также Оба Обе части Имеют матрицу Невырожденную Поэтому На нее Можно домножить И у нас Все останется В силе Итого Имеем Понятно Домножили на эту матрицу Поделили на М Мю Житая Равняется Сумма Икситых Делитой На М То есть это просто Внутриклассовое Среднее Этих самых Векторов Это Оптимальное С точки зрения Метод максимального Подподобия Выражение Для среднего Теперь найдем Его же В смысле Не его же А Такое же выражение Сделаем для нашей Ковариационной матрицы Это Ну Не сказать что сложнее Но я почему Хочу вам это все показать В байсских методах Дальше Это будет стандартная вещь Вы всегда будете Приравнивать градиенты Нулю Для того чтобы найти Какие-то параметры То есть там вообще Почти на каждой паре Это будет И нужно к этому привыкать Мы нашли Для Мюжитого выражения Которого вы себе записали Теперь найдем Для Сигма Житая Значит Снова Возвращаемся К нашему Правдоподобию Это будет Сумма От 1 До m Первый значит Логарифм Константы Нормировочной Единица на 2П В степени Д Значит Минус Логарифм Корень Из Определителя Сигма Ж И опять Минус Одна вторая На Х Ит Минус Мюжит На Сигма Минус Первый Жит На Х Ит Минус Жит И здесь Транспонент Как бы Если мы сейчас Будем брать градиент То Это будет немного Сложнее Чем если мы Возьмем И вместо нашей Матрицы Сигма Житая Будем брать градиент По Лямбда Житая Которая Просто Обратная Матрица Сигма Житая Да То есть Мы сейчас Перейдем к новой Матрице Просто для того Чтобы было Чуть попроще Нам взять Градиент Значит Когда мы Перейдем к новой Матрице У нас будет Минус Первая Степень Поэтому Как все вы знаете Определитель Матрица Минус первой Степени Это Как бы Сам определитель Будет Минус первой Степени Минус Высунем За логарифм Получим Здесь плюс Я сразу Запишу так Плюс Тут будет Тоже новая Матрица Это Лямбда Большое Житая Тут будет Тоже Лямбда Большое Житая Мы Хотим взять Градиент Чтобы снова Преревнуть его Нулю И найти Точку Стационарную По Этой Матрице Итак Градиент По матрице Первое Слагаемое Уходит Оно Не зависит От чего Второе Слагаемое Я вот там Выписал Для него Значение Значит Градиент Давайте Мы сразу Подействовали Градиентом И получили Вот следующее Сума От 1 До m Тут Тут Это будет Корешок Корень Выйдет Будет 1 Вторая И Логарифм От Определителя Будет 1 Вторая Лямбда В степени Минус Т Минус Одна Вторая На Значение Которое Вот там Тоже Я выписал Уже Градиент Для Умножения Векторов С двух Сторон Будет X X И Т Минус Мюж Но Это Уже Будет Транспонировано На верхнюю Сточку Подействовали Градиенты Получили Такое Выражение Значит Это Мы Приравняем Снова Нулю Откуда Сразу Получим Что Лямбда В степени Да Ну давайте Так как у нас Лямбда Не зависит От И Одна Вторая М На Лямбда Житая В степени Минус Т Равняется Одна Вторая Сумма По И Таких Вот Произведений X И Т Минус Мюж И Т Т Т Транспонировано Дальше Мы берем И вспоминаем Что у нас Матрица Во-первых Сама Ковариационная матрица Симметричная Поэтому Лямбда Тоже симметричная Поэтому Обратная Ей Тоже симметричная Поэтому Здесь можно Стереть Т Просто Оставить Минус Первой Степени А это То же Самое Что Наша Ковариационная Матрица Поэтому Можно Просто Записать Здесь Ковариационная Матрица Житая Дальше Одну вторую Думножаем На двойку Делим На М Включаем Такое выражение Для нашей Ковариационной Матрицы И вот Мы решили Нашу задачу Мы нашли Для каждого Жи И Ковариационную Матрицу И Оптимальные Ну как бы Вектор Центра Кластера Что Можно сказать Про эту Сдачу Вот После того Как мы Все это Получили На самом Деле Ну как бы Я думаю Что у вас Не будет Задачи На нормальный Дискриминативный Анализ Вы будете Рассматривать Задачи Потом Интересней На МРО Где вы Тоже Продолжите Заниматься Байвских Методами Вот Про эту Задачу Можно сказать Только Одну Вещь Что Есть Такая Линия Дискриминант Фишера И Линия Дискриминант Фишера Это То же Самое Только Когда Все Матрицы Мюжитые Равны Между Собой Одны Равны Медва Равняется Мю Каты А Все остальные Векторы Которые были Центры Они Не обязательно Равны Значит Вот Этот переход Как бы К одинаковым Матрицам Делается Из-за того Что В нашем Случае Вот Представьте Что Здесь У нас Допустим Размерность Вектора Х Это Что Допустим Д Если Д У нас Будет Меньше Чем М Ну Точнее Наоборот Д Будет Больше Чем М Матрица Будет Выражена Плохо Как бы Да Просто Матрица Будет Выражена Это Плохо Если Мы Сделаем Вот так То Мы Считаем Что Нам Выборки Все Хватит Чтобы Для Всех То Уж Для Всей Наш Выборки Чтобы Л Было Больше Чем Д Ну Это Будет Выполнено В большинстве Задач Вернемся К нашим Основам К тому Что мы Говорили Про Все Эти Оптимальные Алгоритмы Вот Когда Нам Известно Полная Информация Там Вот Такие Есть Классификаторы И И Выбежим Его В данном Случае Классификатор A От X Равняется ARG Максимум По Y P От Y При условии X Я напомню Что нам Неизвестно P От Y При условии X Но нам Известно P От X При условии Y Пользуемся Теоремой Байса Это Равняется ARG Максимум По Y P От X При условии Y На P От Y Делить На P От X Да От X Здесь Ничего Не Зависит Поэтому Домножение На Константу Тоже Самое Будет ARG Максимум Можно Взять Логарифм Получить Что Это Будет Логарифм Точнее ARG Максимум Логарифма Про P От X Мы уже Забыли Вот Про Две Верхние Вещи Мы не Забыли P От X При условии Y Плюс Логарифм P От Y Это Верно Не только Для этой Задачи Это Верно Для Любого Логарифма И В данной Задаче Можно Показать Что Это Например Если у нас Y Ну Задача Классификация Бинарная Y Это Минус 1 1 Вы Это Можете Сами Проверить Это Легко Подставив Сюда Вероятность Потому что Задача Перейдет Просто К Банальной Линейной Классификации Она будет Иметь Вид А от X Равняется Сигнум От Омега X Плюс Некоторая Константа Плюс Так Омега X Да Омега X Плюс Некоторая B Ну и более того Как бы В общем Даже Случае Когда У нас Классов K А от X Будет Иметь Вид R Максимум По Y От Некоторой Линейной Функции Будет V Y Вес Ну Y Вес X И Будет Y Сдвиг Нам Не Нужно Можем Это Во сколько Он спар Кончается Через 10 минут Да То есть Наверное Мы даже Можем это Показать Или не надо Давайте Нет Давайте Скажем Про другую Вещь Может К это Вернемся Вот Ладно Стоит отметить Что Мы только Сказали Что Это Верно Для Всех Распределений Оптимальный Самый Оптимальный Алгоритм Это Будет Arg Max Логарифм Некоторое Распределение Плюс Логарифм От Априорного Распределения А вот Теперь Вернемся К реальности В той Реальности В которой Мы не знаем Распределение На данные Почти никогда И даже Модель вести Сложно Которая Была бы Похожа На правду В нашей Реальности Логарифм Вот такой Правдоподобие Сложится Дать И Иногда Проще Всегда проще Оптимизировать Не такой Логарифм А то Что мы Сейчас Выпишем Но Что я хотел Особенно отметить Что Не всегда Доступно Даже Промоделировать Аналитически Вот такую Вероятность Но Есть возможность Например При фиксированном Классе Вот именно Что главное При фиксированном Выписать Вот такое Наш вектор Там Х1 И так далее Хd Вот Можно сказать Что Наши Координаты Условно Независимы Что значит Условно Значит Что при условии У Мы можем Расписать Такое Произведение По d t от x И t При условии y Такое Наивное Предположение Что Наши координаты Независимо Распределены В каждом Классе Так вот Если мы Это подставим Сюда То мы Получим Новый Классификатор Который Будет Уже Иметь Вид Arg Maxim По y От Сумма Логарифм p Значит Сумма Понятно Снова По всем координатам Я еще раз Смечу Здесь x Ит Это не какой-то Там Объект Выборки Это именно Координаты Некоторого Вектора x Ит При условии y плюс p от y Вот этот Классификатор Называется Наивным Байсским Классификатором Значит В чем его прелесть В том То что Если вы захотите Оптимизировать Такую задачу То Оптимизация Как бы Суммы Некоторых Логарифмов Координат Каждый из которых Будет иметь Простой вид Всегда Намного проще Чем просто Оптимизация По Какому Многомерному Распределению И В некоторых Задачах Например В классификации Текстов Вы знаете Что у вас Там есть Представление Мешка слов Байгафорс Да У вас d может быть Ну не знаю 10 тысяч Такой Простой вариант Если у вас Будет Тысячемерное Распределение Вы его не Встановите Никак По выборке А если Вы предположите Что у вас Каждая каранта Независимо Распределена Если у вас Каждое слово Имеет Определенную Вероятность Встретиться В данном Классе То такую Задачу Будет намного Проще Оптимизировать По моему У вас Это даже Будет На самом деле Мы успели Даже больше Чем должны Выборке Я не знаю Что мне Добавить Может У вас Есть Вопросы По Чему Либо Из Того Что Сегодня Происходило Ну давайте Просто Как бы Снова Запарным Зарезюмируем Все Мы сказали Что Если у нас Очень хороший Случай И нам Известно Все про Выборку Мы можем Спокойно Восстановить Ее Все известно Про выборку Мы можем Найти Оптимальный Классификатор Оптимальный Алгоритм Регрессии Потом Мы сказали Что на самом деле Такого не бывает Мы можем Параметризовать Модель И для Параметризованной Модели Либо использовать Самый простой метод Который является Методом Максимального Продоподобия Либо использовать Байфовские методы Такие Например Простые Как Максимум Абстерьерной Вероятности Которые дают Нам неплохую Оценку Лучше Чем Метод Максимального Продоподобия Или более Сложные Байфовские методы Про которые Вам будут Рассказывать Дальше И решили Несколько задач Да Чтобы Да Это точно Все